привет я решил сделать еще одно видео по поводу level streaming но в данном случае открытого уровня предыдущем мы делали вот такую вот штуку которые по сути нам загружала всего лишь комнаты давайте это все отсюда удалим нам это не нужно принципе давайте это тоже удалим так персонажик триггер бокс в общем чтобы нам открытые уровни нормально конкретно построить во первых нам необходим главный стартовый уровень в данном случае у меня уже он есть те остальные уровни я удалил у меня остался только главное да пусть он будет так называться теперь вы у стриминг нам нужны уровни для того чтобы их создать мы можем сделать так нажимаем level давайте напишем open level надо смотреть что пишешь так вот мы его создали сохраняем как видите он здесь не появился для того чтобы он появился нажимаем на главный уровень два раза он перезагружается и соответственно не попадает туда окей давайте его отсюда удалим я забыл кое-что сделать во первых для открытого мира нам необходимо сделать вот так в общем заходим в поворот сеттинг и ищем а вот даже искать не надо нам нужно включить enable world composition нажимаем сюда галочку у нас вот появляется вот такая вот штука здесь то есть если я отключу видите она исчезла включаем нажимаем открывается окно именно world composition где мы будем настраивать наши уровни так все можем как минимум сохранить иногда кстати он запрашивает если у вас было уже несколько уровней создана он их просто сюда и закидывает это как минимум теперь давайте создадим уровень open level 1 загружаем наш главный и у нас появляется open level это из-за того что мы включили enable world composition то есть work composition подключает имеющиеся уровни кстати почему он не подключил предыдущие уровни очень интересно так вот мы включили видимость да то есть он вот это выгрузить уровень этого наш первый уровень так скажем вот загрузить выключить видимость включить видимость здесь блокировка blueprint и так далее то есть да все так мы зайдем на первый создадим здесь некой ландшафт где у нас персонаж принципе пойдет для него как раз вот небольшой ландшафтик нажмем create здесь у нас запеченные те это получается тени от наших стен мы сейчас уберем точнее мы их даже не будем особо убирать окей давайте вот создадим какой-то некая ландшафт тик типа мы изменили его и нам нужно продолжение сюда 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 куда-нибудь на расставить некоторые ваншафт и еще дополнительно так снова сохраняем потому что очень часто при его стриме могут выбивать короче для того чтобы создать нормально вот переходим в oro композицию видите да как он все это выглядит здесь у нас есть такая штука как дистанция если вот примерно у вас вот такая вот дистанция до стриминга то есть но уровень небольшой вам нужно выставлять дистанцию меньше иначе вы пока не подойдете к определенной точке она не загрузится давайте выставим чуть поменьше вот возьмем нажмем плюсик напишем это у нас получается с дистанция до так давайте наберем как-нибудь distance ну я не знаю выставим в районе 15000 я забыл я не положил 15000 но чтобы мы его видели и выберем дистанцию 15000 нажмем create все мы создали получается наша как он называется лэйр лэйр вот он чтобы нам подключить к этому уровню наш лэйр надо нажать на уровень правой клавишей assign to wear и distance 15 ну то есть как мы назвали также можно еще несколько назвать допустим distance 5000 к примеру до создать и все ладно окей теперь продолжение уровня мы будем создавать отсюда прямо отсюда то есть наш уровень загружен два раза нажал на него на на ворлоком позиция нажимаем правой клавиша и здесь есть такая штука как от аджес аджесом landscape level мы выбираем куда нам присобачить так скажем этот уровень плюс x у нас дает вперед но в принципе здесь не кстати здесь нету а нет вот есть вот она нарисована плюс x сюда вправо минус x влево плюс y вниз и минус y наверх будет делать то есть я устанавливаю вправо он нам говорит назовите уровень давайте я назову его open в 2 сохраню вот он уже присобачиваю теперь давайте сделаем здесь то же самое только вниз назовем его open в 3 сохраним так и еще давайте сделаем один еще раз вниз для интереса только четвертый вот такая вот буква и г получилась у нас теперь смотрите для того чтобы ну давайте еще на всякий случай один сделаю только вниз вот сюда и назовем его как-нибудь 11 кстати видите я здесь поднимал ландшафт и соответственно у нас вот с этим получается вот такая дыра но по сути это нормально вот из-за того что мы делали вот здесь они в контент-браузере создавали landscape и так далее так далее да то есть мы в этом случае можем изменять то есть смотрите если я выберу наш первый уровень до так чуть-чуть подвис слишком много уровней наверно давайте сохраним еще раз первом уровне я просто поднимать начинаю и он автоматически сразу на уровень 11 у нас поднимает ландшафт тоже и при этом небольшие нюансы да есть вот здесь здесь можно это немножко сделать выравнивание кроме скульптинга так какой-нибудь вот так вот смазывание до больше больше подходит то есть но здесь немножко надо пока подкорректировать настройки ландшафта и так далее то есть все теперь наши так отключу наше складывание ландшафта практически незаметно так насчет дистанции давайте посмотрим чуть увеличу здесь смотрите давайте вот я выставлю у этой у этого уровня 11 дистанцию в районе 5 так это нет то есть отменяем так выбираем наш уровень нажимаем сюда правой клавишей assign to wear distance 5 так эти мы выделим и давайте назовем то есть их определим как дистанция 15 если мы тыкнем на дистанцию 15 он у нас показать покажет те уровни которые формируются на дистанции пятнадцать тысяч если я нажму дистанции 5 он покажет то что будет формироваться на дистанции 5000 а где наш персонаж так вот наш персонаж думаю здесь 5000 нету давайте проверим для того чтобы конкретно видеть если у нас уровень давайте приподнимем его так скульптинг какую-нибудь горочку так здесь горочку какой-нибудь сделаем запустим так смотрите видите не этой горки не то и не видно давайте подойдем к дистанции 5 вот она загрузилась то есть до этого уровня у нас дистанция 5 до того 15 и соответственно он еще пока не загрузился так на персонаж надо увеличить скорость давайте это быстренько сделаю так персонаж установим скорость так ладно 5000 интересно пойдет не пойдет ну пошел отлично так вот появилась 15000 то есть как вы понимаете тот уровень у нас тоже появился этот появился и этот появится вот на этой дистанции сверху будет виднее наверно да так как мы находимся к этой ближе она уже загружена подходим сюда она и это загружается в данном случае я предполагаю что это все ну кстати почему у нас не отобразилась все вот ну все отобразилась давайте их подключим ну и как бы предметы и расставлять как я показал в предыдущем видео нажимайте на уровень и соответственно выкидывайте необходимые матери мы мыши то есть он загружается уровень и загружается наши мыши допустим но вот этот так этот уровень этот мэш давайте его приподнимем чтобы мы видели висит он воздухе там или нет так мышь не видно как минимум да все то есть уровень загрузился мыши загрузились на нем ну на этом друзья все все что я мог сказать по открытому уровню в принципе вам здесь пояснил если вы что-то интересненько еще знаете пишите в комментариях будем обсуждать возможно появится следующее видео до скорой встречи пока